Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такая проблема, увидела в телефоне мужа приписку с девушкой, по приписке понятно, что общаются не первый день. Поговорили, вскратце сказала, что флирт незначительный, любит меня, простила. Было много откровенных разговоров о чувствах, все понимал. Спустя месяц видела случайную приписку с той женщиной невусмысленной, по всей видимости, и встречи присутствовала. Я по глупости начала с ней приписывать, с его телефона узнала как раз про встречи, дальше она подозрила, что это не он пишет, я ушел ссунула телефон мужу. Он пошел в контратаку, вместо того, чтобы извиняться, начал говорить, что я во всем виновата, что он не видит во мне женщину, что все решаю я, и что убила в нем мужчину. К слову, правда инфанцилинг у нас общий бизнес, где все ключевые решения принимал я, плюс я работаю на другой работе, пока он спит в это время дома. Конечно, на этой почве в последнее время было много скандалов, я без силы, что все приходится решать, что он без инициативных ленча, и мы ругались немало на этой почве, скандалили, но всегда находили подходы друг к другу и мирились. Вместе мы в 8 лет, в браке 2, прошли огонь в воду армии, но как пережить это, я не знаю. Сейчас у меня главный вопрос, писал ли что-то любовница, так как она поняла, что это я переписывал с ней, с его телефона, потому что если не напишу, мне кажется, я буду выглядеть глупо, проиграл. После первого случая, когда я увидела сообщение, я ей написала что-то типа того, ладно, мужчины полиганы, но у тебя-то неужели нет женской солидарности, свой брак не смогла сохранить, хочешь и нас, иначе разрушить. Но у тебя не выйдет, она не ответила, не знаю, что сейчас делать, сядь ли ей, и что сказать мужу, как себя вести, как решать эту проблему. Разводиться не хотелось, слишком многое нам связывает, общий бизнес, квартира, машины, родители, которые не поймут такое решение и так далее. Помогите, пожалуйста, очень прошу. Сегодня нам нужно идти к брату на день рождения, если не пойду, будет много вопросов, я сразу пойму, что у нас что-то случилось, потому что мы всегда вместе, да и сама хочу туда пойти, стоит ли. Внутри все переворачиваются, я не знаю, как быть и как сюда вести, муж пока спит, это все утром было, я думаю, оставаться ли мне дома или уйти сейчас куда-то. Вы знаете, для человека, который много принимает ключевых решений, по ощущениям от вашего текста вы весьма слабо себе доверяете. Я могу, конечно, предположить, что дело здесь заключается в том, что он сказал состояние, в котором, ну вот, вы оказались, то есть состояние вот такого, ну что-то вроде шока, да? Такое вот шоковое состояние получается, может быть, все дело в этом, конечно, но вот как-то судя по тому, что вы обисываете, нет, конечно, у меня к этому вопросу. Дальше. Мне кажется, что то, что произошло в любом случае неприятно и больно. И соответственно, поскольку это неприятно и больно, я думаю, что те чувства, которые у нас есть сейчас, их нужно прожить. Лучше всего это сделать с помощью психолога, потому что с психологом вы могли бы свои чувства прожить как раз таки. Вот. И сделать так, чтобы они вас не тревожили и не влияли на вашу модель поведения. Ну, или, по крайней мере, чтобы они влияли на вашу модель поведения на постоянной основе, как это происходит сейчас. Испытывать обиду, боль в данном случае нормально. Повторюсь, это важно прожить. Вот. Ну, важно также видеть и, как бы, всю ситуацию целиком. А ситуация целиком исключается в том, что вы как-будто не берёте ответственности за то, что ваш муж такой, как он есть. То есть, вот такой вот пассивный и т.д. и т.п. И, соответственно, если вы ведёте себя в отношениях так уже, как сказал мой коллега в качестве родителя, то муж будет занимать единственную возможную позицию – это позицию ребёнку. Мне это нужно своё поведение. А в первую очередь, конечно, ну, определиться с тем, да, как вообще к мужу отношусь. Вот. То есть, ну, вы вроде бы говорите, что прошли огонь, воду и армию, но… Как-то вот есть ощущение, что не принимаете вы свою мужу в страну до конца. И вот то, что вы сказали из-за того, что он инфантильный, по вашим словам, и т.д. Это вот очень-очень-очень показатель здесь. Вот. Дальше. А, значит, вы пишете, значит, что несколько раз ты увидела в телефоне мужа переписку. Как такое возможно, Дарья, что переписка вашего мужа является для вас чем-то таким регулярным? Большой вопрос – это науважение к личным границам другого человека. Дальше идём. На мой взгляд, тот факт, что в ваших отношениях присутствуют другие люди, мнение которых вас волнует. А также, вы говорите, что нас много связывает. Вы пишете, что общий бизнес – квартира, машины и родители. Но это, мягко говоря, элизия, потому что это не то, что вас связывает. Связывает людей, нечто общее между ними, но не то, что вы описываете. Вот. То есть, пока что я могу сделать вывод, что вы как-то не очень понимаете, что вас связывает. Вообще. Вот. То есть, ну, как будто бы между вами общего-то ничего и нет. Вот. Следующий момент – это коммуникация. То есть, вы достаточно, получается, деструктивно коммуницируете. Вот. И, в общем-то, из-за этого происходят нереалистичные ожидания и разочарования. Впоследствии. То есть, тут вот нужно учиться коммуницировать конструктивно. Дальше. То, что вы всегда вместе, ну, тоже, наверное, не очень хорошо, потому что у людей должно быть личное пространство. Вот. То есть, у меня сложилось такое впечатление, что как-то ни у вас, ни у мужа личного пространства нет. В своего раз вы всегда вместе. То есть, почему, например, вы должны идти туда же, куда идет он и наоборот. Далее, вы пишете, я по глупости начала с ней переписываться. Вот. Давайте мы не будем как бы оценивать, да, то, что глупо и не глупо. А попробуем разобраться более детально. Вы начали переписываться с этой женщиной, взывали к ее женской солидарности и так далее. Каким образом? То есть, вот, эээ... Что вами двигалось здесь? Очень похоже на компенсацию. Вот. Дальше. Я бы обратил внимание на то, что вы рассматриваете ситуацию вот эту вот как игру. То есть, я могу проиграть, говорите вы, я воспринимаю это как прогресс. Ну, могу воспринять как прогресс. Вот. На мой взгляд, отношения-то не игра. Как-то мне кажется, что в отношениях нет проигравших или выигравших. В отношениях есть чувства. Вот. А игра, победитель проиграл, все это больше про борьбу. Вот. Понимаете, какая история здесь. У вас борьба получается. Ну, борьба, это не про, эээ... Как бы, не про меня настоящего. Борьба, это про желание казаться, а не быть... Вот. И то, что для вас, эээ... Желание казаться, а не быть важнее, чем быть собой, ну, как бы вами руководить. Чем быстрее вы это увидите, тем будет лучше. Вот. Сейчас, опять же, повторюсь, как бы. Вы этого не видите. Ну, вот, не замечаете. Эээ... Соответственно. Соответственно. Эээ... Как поступать, эээ... Как поступать, мы вам не подскажем, потому что решать вам с конфликтами, страхами и самооценкой поможем вам разобраться. Эээ... С личными границами тоже. Чтобы вы не брали на себя ответственность за то и в том, где не хотите. И дальше, я думаю, ситуация нормализуется. Вот. Поработать с ожиданиями. Вот. И... Ээээ нормализоваться. Но в целом, конечно, менять свое поведение нам необходимо. После того, эээ... Как эээ... Будет внимание уделено тем аспектам, которые я описал. Вот. Как-то так. Как-то так. Вот вы пишите, что, значит, все ключевые решения принимаю я, работаю на другой работе, пока он спит. Конечно, на этой почве у нас было много скандалов. Ну, как бы, это психологический, как раз, скандал. Вот. Извешите, пожалуйста, в интернете. Как бы, важно разобраться в ситуации, как мне кажется. Потому что скандалы, они от бессилия, от бессилия с одной стороны и из игнорирования своих реакций с другой. Дальше, значит, теперь по вопросу. Сейчас, что сейчас делать, писать ли ей, зачем? Что сказать мужу, чтобы, как себя вести, чтобы что? А как решать эту проблему через психолога, через психотерапию. Помогите, пожалуйста, какую именно помощь вы ждете? Совет? Совет не поможет. Так. Я хочу пойти, значит, к его брату на день рождения. Стоит ли? Из чего такой вопрос? Что вас мотивирует сомневаться? Не знаю, как быть и как себя вести, чтобы что. Знаете, вот как бы, так вот, с некоторой стороны, вы слишком много думаете о других людях. То есть, при чем здесь родители? При чем здесь кто, что поймет и так далее? Это ваша личная жизнь. И в ней могут быть сложности. Вот. Но обратите внимание, как вы этим пренебрегаете. Да? То есть, приносите себя в жертву. Готовы приносить себя в жертву ради машины, родителей, общего бизнеса. Вот. Ну, а в целом, если один из партнеров ведет себя как родитель, то у другого человека не остается, как я уже говорил, выбора, кроме как быть ребенком. Вот. И... Как бы... И сходить, чтобы мужчина был рядом, нужно вести себя как женщина. А не как мать. Мать. Вот. И не ждать извинений. Вот. А... Как бы более зрело себя вести. Для того, чтобы вести себя зрело, нужно научиться себя слышать. Как раз таки в этом вам можно помочь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.